Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз — топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Господа, посмотрите, какой огромный линейный крейсер. Это HMS Renown. И у него есть 381-миллиметровые орудия. И их довольно немало. В общем, сегодня предлагаю посмотреть на эту новинку. Да и морских боёв у нас не было уже очень давно. Так вот, отправляемся в бой. Наверное, в морскую аркаду. Она маленечко более подвижная, чем РБ. И будем выяснять, как себя чувствует данный линейный крейсер и готов ли он сражаться с другими крейсерами. Не только какими-нибудь лёгкими и тяжёлыми, но и также линейными. Погнали. Итак, Реноун отправляется в бой. Наверное, стоит поближе подойти. Я затрудняюсь сказать, какая у этого корабля баллистика, но что-то мне подсказывает, что очень даже не такая хорошая, как хотелось бы мне. И скорость вращения башен, ну, не быстрая. У нас фугасов нет на основном. В вооружении только полубронебойки и бронебойки. Я взял их напополам. Ну и внутри довольно солидное количество взрывчатого вещества, если так прикинуть. Так, я, наверное, по линейным крейсерам буду пытаться работать. С основного орудия так точно надо пытаться именно туда долбить. Куда-то в ту сторону. И меня уже начинают окучивать. Нам бы куда-нибудь за холм. Или наоборот, назад пойти. Да, падение снарядов будет очень долгим. Прям, ну, очень. Вон они еще только летят. При том, что меня уже отсчитало. Что странно. Но нет. Да, и перезарядка, конечно, тоже мое почтение. Занимает приблизительно бесконечность. Но, почему я выбрал своей целью именно линейный крейсер? На мой взгляд, так оптимально. Потому что наши большие орудия, скорее всего, по тем же самым эсминцам просто будут их насквозь шить. Даже если это полубронебойки. 26 чувствительных взрывателей. Хотя норм, на самом деле. Неизвестно тут. Вон, задержка взрывателя получается меньше, да? Я лучше назад отступлю. Пусть по другим стреляют. Хотя, линейный крейсер, казалось бы, наверное, должен быть примером. Должен идти в первой линии. Легкий крейсер. По вам, что ли, попробовать? Бахнуть. У меня я сейчас уже перезаряжусь, поэтому я не попал к господину. Сейчас разберемся. Да, очень долгие, душно долгие орудия. Попробуем пометки дать. Вряд ли он будет сильно менять курс. Пометки это в центр корпуса. Не совсем туда надо стрелять. Но я вообще хочу понять, куда летят мои снаряды. И почему падение снарядов, которое показано, отличается от того, которое есть на самом деле. Да, он даже не поворачивает особо. Вот, летят. Не, вот теперь все сходится. И как-то ПБшки не попали нормально туда, куда надо. Ну и ладно. Хорошо вот, что я назад отошел, потому что больно делают враги. Интересно, а мне можно так под барбет залететь? Какая вообще броня? У линейных кроссеров она нормальная, но не топовая. Те не линкоры. Поэтому я немножко побаиваюсь. Тут уже, кстати, можно стоп давать. Стоп слово какое. Опять в центр корпуса. Посмотрим. Можно ББшки попробовать зарядить. И посмотрим, как на ББшки он будет реагировать под таким углом. Можно ли его пробить или нет? Ну, пробития там явно больше. О, вообще все, что куда, непонятно, улетело. Так, слушайте, а корабли, которые... А, он Де Моин тут, Энтерпрайз. Пусть воюют. Ну, вот такой вот будет у нас геймплей, да? Я бы, наверное, оставил чисто по самолетам стрелять. Вспомогательное вооружение. Опять они попадают. Все-таки он, он по мне, видимо, лупит вот этот вот линейный господин. Ну-ка давай в центр корпуса, тебе попробуем ББшку заснуть. Ему надо под первый барбец туда кинуть. По крайней мере, попробовать взять вот так, например. Я боюсь так промазать по нему судорожно из-за этой перезарядки в 40 с лишним секунд, что даже не пробую этого. Бам, по трубе. Такое себе. Командный пост я ему, конечно, уничтожил, но мне кажется, этого маловато. Но с 10 километров по не маневрирующей цели попадать можно. Но это, но это даже не смешно. По не маневрирующей цели, ээээ, такое. Да, и с такой КДХа это прям долго. Конечно, гораздо веселее влететь в упор, но учитывая вот этого скопления огромной кораблей, представьте, что с моим крейсером будет. Сразу же произойдет. Куда-то вот туда попробуем. О, еще и пожар. Надо быстро тухнуть. Можно вперед немножечко дать. Идут, идут куда-то как раз под первую башню, да? Ну-ка. Бам. Эээ, высоко взял. По башне сверху стукнуло. Чуть-чуть экипажа выбило, конечно, но это такое себе. У меня есть торпеды, идущие на 9 с копейками километров, кстати говоря. Но я просто абсолютно уверен, что мне надо полностью бортом развернуться, чтобы их дать. Где они вообще находятся, торпедные аппараты у меня? Так визуально не видно просто. Ну, в общем, я уверен, что я не смогу нормально их откинуть. Так, там все обновилось. Попробуем еще ниже дать. Вверх-вниз мы дополнительно наводим орудие по вертикали. Это как бы горизонтальное у нас вот. Меточка сообщает упреждение. А самому надо брать еще и вертикальное дополнительно. А, он начал поворачивать, да и все на этом, да? Че, пойдем в упор, сближаться будем. Прикола ради. У меня есть вспомогательное вооружение калибром 114 миллиметров. Оно, линейный крейсер, не возьмет никак и никогда и ни за что. Кстати, третья башня может стрелять очень даже. Вот так я попаду или это я слишком много взял? У меня там опять потоп. Надо все чинить. Наверное, я многовато вниз взял, да? А, нет, смотри-ка. Оно не дает просто слишком сильно скорректировать по вертикали. Поэтому есть возможность попадать. О, это отработало у меня орудие, которое наконец довернуло, что ли? Да, походу оно. А это куда полетело? Не ясно. Все по трубам куда-то бью. Это не то. Сейчас вот так вот сделаем. На 7 километрах я его уже точно должен нормально пробивать. Главное попадать. А с этим есть сложность. Бам! О! Еще чуть ниже. Надо еще ниже брать. Потому что попал высоко, прям по башне ГК. Это не то. Здрасте, меня еще и развернуло. Ремонт корабля. Сейчас отремонтируем. Ну, экипаж не сильно теряем. У меня, по-моему, что это за рассинхроны? Что происходит у меня с кораблями? Почему они телепортируются при пинге в 20? Так. Самый малый вперед. Он уже на такой дистанции, где его окучивают все, включая меня, и при этом все равно не попадают. Давай воду откачаем. И вот так вот, куда-нибудь как раз под передней башней должно идти уже. Нет? Да? Ну-ка. Будет взрыв БК у тебя уже, наконец-то? Нет? Хорошо попал. 270 экипажа бахнул. Пробило куда-то вот под башню. Ну, я так понимаю, что там, скорее всего, просто пошло все трещинами, так сказать. Ладно, погнали. Блин, тут уже эсминцы в 7 километрах и легкие крейсера, а мы все еще долбим вот эту хрень. 380 миллиметров пробития, у меня 50 фпс, а что у меня с игрой? А вообще можно играть, ну, на кораблях? Или это пранк такой с 50 кадрами? С 5 километров уже 100% легко сейчас будет залетать. Вон, уже даже видно, как снаряды летят. Но у меня фпс просто умер. 30 кадров. Это нормально вообще? Отсек, уничтожен, пожар. Ну, это ни о чем. В теории, я могу же переключиться на вспомогательное, но у меня тут чисто фугасы. Да? Оно туда стрелять не может? Или оно просто не развернуто у меня? А, они у меня совсем в бок могут только стрелять. Вот туда чисто. Угу. Вон, 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 вон. Неудобный, короче, этот. Скучный довольно. Линейный крейсер за счет калибра. Я бы уже пострелял по всяким легким чувакам. Потому что этот Шанхорст, он до конца времен, мне кажется. На, под передней башней. Уже ПБшки, наверное, надо заряжать, чтобы не делать ерунду. Хе! Как же ему насрать просто. Да, я пробиваю, да, наношу повреждения, но... Ой, случайно, оба ремонта врубил. Давайте займемся чем-нибудь другим. Вон тут армада какая-то уже, вон. И все остальное. Ну, он умер, разумеется. Вот какой, Чапаев. Просто, просто в упоре Чапаев. Тут вообще половина флота это тупо боты. Насколько непопулярен режим. Ну, стоит ли мне добавлять? Могу ли я вторичкой отстрелять? Я не могу, блин, пипец. У этого корабля вон, вон куда я могу только стрелять вторичным вооружением. То есть, люди бы вот так не плыли на 4 километра в упор. На, прям под передней башней. Нет, плохо в центр дам. Бум! Элеватор, укладка первых выстрелов. Ну, ему как бы... А шо? Может отстрелять? Нет, вот сюда, да, максимум? А нормально, кстати, здесь расположены торпедные аппараты, да? Нет? Нет, плохо, я куда-то по своим, наверное, отстрелял. Да. Слушайте, может в РБ надо будет следующий бой? Думаю, что надо в РБ, потому что... Ну, простите, конечно, но это довольно мало интересно играть в аркаде с ботами. у меня уже дополнительный калибр начал по нему работать. И основной калибр сейчас по нему еще даст. На, напополам его. Да, конечно, 10 раз. Ну, фугасами я должен его заплевать, я надеюсь. Да, 100 миллиметров, но... по всем отсекам, если пройтись, и по верху, и по низу. Я не знаю, оно просто не хочет погибать никак. Вон прям центр корабля, бам. Еще и наш Enterprise в него влетел. Эй, ладно, вон тяжелый крейсер, эсминис, вон линкор плавает. Какую цель выбрать? Трентонет, я думаю, и так не жилец. Начать заделывать пробоину, или это вот этот все-таки. Он так просто кренится, что... Ну, давай попробуем куда-то по нему отстреляться. Бам! Отсек, трансмиссия. У него 20% плавучести, его можно уже не трогать. Вон эсминец можно поковырять. По-моему, у вторичного калибра отвратительная баллист. Главное, не прощапить момент, когда у меня главный калибр перезарядится, а то я по нему отработаю еще и им. И криво, скорее всего. ПБшками просто по нему даже у меня, кажется, нет смысла работать. Этот трент, он просто не умирает в двух... Я понимаю, почему люди во флот не хотят играть. Ну, потому что это просто безумие какое-то. На тебе еще с главного калибра. Он хоть так будет умирать? Нет, этот эсминец. эсминец невозможно убить. Ну, ПБшки просто высоко пошли фугасами с дополнительного калибра. Попадание, попадание. Ты вообще не чувствуешь никакого отклика. Никакие цифры ТКП не отнимаются. Ну, то есть, ничего не происходит. Ты просто идешь, и идешь, и идешь, и скучно, и тоска. Вот у него плавучесть начала снижаться наконец-то. Может, он все-таки умрет? Я еще СГК ему дам, чтобы просто вот... Это причем вот боты плавают. Они ничего не делают тебе. И ты им. Наконец-то. Эсминец погиб. Я просто уже в это не верю. Норфгэмптон горит, плывет. 20% плавучести. Ээээ, да. Пойдем в РБ точно в следующий раз. Вот еще с Офтгэмпом. СОфтгэмптон. А, у меня тут даже не могут отработать доп. орудия. Ну, кстати, они все относительно далеко. Те, кто вблизи, они все либо боты, либо полумертвые, поэтому можно с ГК уже отрабатывать по ним. Замер сейчас. Оп! Прямо по центру корпуса куда-нибудь ему дадим ПБшками. Блин, были бы фугасы на этот калибр. Другое бы дело было. Бронеплита повреждена и трансмиссию я ему жахнул. Пойдем в упор. Уже это, невозможно же просто. Ага, еще и пожар. Тебя не хватало. Вот пошел вперед и сразу просто вот, по тебе начинают скидываться все. Я, кстати, тут в открытом-то море именно один вот такой умник. Надо пожар устранять сначала. Так, у меня вторичка-то будет работать по нему? Да. О, прям под первую башню куда-то туда, Наконец-то. Хоть какой-то эффект произошел. Вон тяжелый... А, еще легкий крейсер. Давайте его попробуем. Ну, если выбирать относительно правильную тактику и полкоманды ботов, чтобы было, и у врагов-то в принципе на самом деле в основном не так много крейсеров или линкоров уж тем более, то можно довольно долго жить. Ну, я вот, вон, Шанхорс до сих пор здесь, ему нормально. О чем вообще речь? Как улитки хотят, чтобы люди в это играли, когда оно просто вот, ну, ну, это же максимальное уныние. До сих пор у флота спустя столько лет основной проблемой является то, что ты вообще не чувствуешь никакой связи с кораблем. Ну, и просадки фпс, конечно. Да, можно, кстати, понаблюдать за снарядами, просто неинтересно это абсолютно. Ну, хорошо, под первую башню должно было зайти, но... Но-но. 30 кадров, это, конечно, мое почтение. При том, что у меня 150 обычно. Очень, очень, да, очень похоже на правду. Ну, и есть, конечно же, да, линкоры поинтереснее, определенно. И линейные крейсера с более быстрой перезарядкой и более удобными орудиями, а не вот этим вот. О, вот это хорошо было. Взорвалось, взвелось точно. И бронеплиты я ему отломил, и зажег, и все сломал. Ну, тут угол был хороший, то есть, они успели взвестись в корабле, судя по всему. Ну, и сейчас его можно заплевать фугасами вот этими. В принципе, я предлагаю пойти ворваться и порваться. А после Нюрнберга переключиться вон на какой-нибудь линкор. Реально попробовать ему что-нибудь сделать. На, с ГК тебе просто в упор, чтобы ты затонул уже. Да, затонет он, конечно. Вон, 10 раз. Все, что он делает, это тонет. Ха-ха, 10 раз. 20% плавучести. Ну, должен. Уже прям вот, вот, вот без 10 секунд. 10, все, этот, этот труп наконец-то. А теперь попробуем что-нибудь сделать с линкором. Че, не знаю. 10 тысяч денег. Ура, мы зафармили. Ух, блин, это третий корабль. А такое чувство, как будто я резину ел все это время. Так, надо вообще ББшки загрузить будет. После этого линкора. Ох, меня. Все. Я не знаю, что по мне прилетело, но, как видите, бронекорпус сломан. Может, это и линкор вот этот по мне бахнул. Я его ПБшками не пробил нормально, судя по всему. У меня слишком долгая починка, мне кажется, сгорю. Все. Дымов, кстати, нет. Да, я потону. Плавучесть улетает. Но это просто кто-то один хороший залп по мне бахнул. Чем-то крупным. Либо это в упор кто-то умудрился меня ББшкой взять, типа тяжелого крейсера. Либо... А, ну вон линейный крейсер меня херачит. Прям в бочину мне дал. Сейчас я все закончусь. Мда. Уровень интереса вот этого геймплея, он просто где-то... Он отсутствует абсолютно. Не, ну с другой стороны, вот под чай, когда ты чем-нибудь смотришь, сериал параллельно какой-нибудь, да, и так вот, чтобы механически руки чем-нибудь занять, вот в этом случае более-менее норм. Но... играть в это как во что-то основное... Сколько лет флоту и как бы вот он я так понимаю просто таким и предполагался максимально унылым. Ну, союзниками все попогибали, поэтому по мне начали отрабатывать. Надо стоять вот здесь и вообще никуда не идти. Что смешно, я начал восстанавливать плавучесть. Это, конечно, смешно. Я думал, я сейчас все, утопну. Но успела что-то отчиниться и... Ну, сейчас меня добьют в любом случае. Это такая... Смешны надежды на удачу. Ты просто даже делать вот ничего не можешь в этом состоянии. Вот у тебя есть полумертвый корабль, с него только выпрыгнуть, потому что бессмысленно его уже спасать. Но ты все равно хочешь попробовать. О, пошла откачка воды, кстати говоря. Пошла жара. И перезарядка не идет. Экип... Ну, орудие под водой, там, или плюс-минус, да, получается, и все как бы. То есть у тебя корабль парализован. Он... Он недееспособен. Он просто плавучая мишень. Фух, ладно. Пойдем в РБ, потому что аркады это корабельные. Может, она и поживее, но никаких нехитрых маневров. Это просто какая-то стрельня. Причем стрельня абсолютно без эффекта, с неудобной, неинтересной стрельбой. Я... Просто мне интересно, сколько они меня добивать будут. Вот я за этим наблюдаю. Вот этот линейный крейсер, он не успокаивает, по мне хреначат. Я просто повернулся к нему лбом, он теперь меня, видимо, нормально пробить не может. А, ну вот, экипаж почти добил. 4% экипажа осталось. Давайте, делайте что-нибудь, делайте, что умеете. Разберитесь. 2, 1, все. Утоп, наконец-то. Это такой же реноун, как и я. Ну, в общем, да. Пойдем в РБ, сходим на нем, посмотрим, может там как-то по-другому, поинтереснее играется. Итак, ну а теперь попробуем в РБ. Вон, появились уже первые у нас враги. Я решил заспавниться на правом фланге, тут уже будет война, я так понимаю, какая-то. Замеев сейчас произойдет, сейчас у меня наведутся орудия, правее, правее, правее должны быть. Я прям разворачиваюсь в лоб на тех, кто тут вот на правом фланге должен заспавниться и, наверное, попробую с ними начать разбираться. А почему я? Вот вам заняться нечем. У вас целая куча других целей. Чего же вам спокойно не сидится? Синица. Не сидится. Мне надо сначала будет выровнять этот корабль сейчас. После того, как я его выровнял, мне нужно будет еще раз замеры уточнения дистанции произвести, потому что иначе я не попаду, пока у меня этот маневр происходит. Что сложно будет сейчас. Сейчас надо еще скорректировать саму дистанцию, он ее вот уточняет. Да-да-да, метка говорит, например, здесь. Сколько надо взять? Больше, меньше? Просто даже интересно, насколько левее или правее. 10 километров, 10 с копеечкой. То есть он активно идет, да, и надо примерно вот так вот бахнуть. Ну, я с ним сближаюсь еще на полный вперед. У меня здесь перезарядка быстрее, 30 секунд, как будто бы. Слишком налево взял. Как будто на месте стоит, то есть получается я с ним чисто сближаюсь, да? А если я остановлюсь? Я не знаю, что это такое. Что-то выглядящее, как корабль. На этом все. Он как будто бы даже назад уходит. 9,6 километра. О, я по нему переуточнил дистанцию. Как вам геймплей? Просто волшебство, да? 9,5, 9,6, ну, куда-то туда. Он назад идет, судя по всему. По мне, сейчас уже пристреляются вон с этого левого фланга. Кому-то я вот очень, видимо, понравился. Бам! Попал! Прям по жопе! Но довольно слабо. Так как мы сейчас будем отступать назад, дистанция будет увеличиваться. Надо теперь брать чуть больше дистанции, наверное, 9,49. Он тоже там что-то елозит вперед-назад, так еле-еле. Вот, ну, по нему надо прям вот ровнёхонько сейчас дать. Или он в разбег пошел? Непонятно. Дам чуть наперед ему. Или он отступает опять? Неизвестно. Тут 100 лет починки. Блин, геймплей ураганный, ураганный. Прям Наруто ураганной хроники. Попал. Топливная цистерна. Но он начал назад сдавать. Меня очень сильно напрягает та ситуация, что у меня прям с левого фланга хреначат. Нам бы в круг надо зайти, чтобы на захват. Они все с этого... Смотрите, у нас никого нет здесь. Но зато тут все игроки. Уже хоть какой-то в этом плане плюс. У меня пошло еще и возгорание. Возгорание, возгорание. Вот куда-то туда. Мне надо к ним лбом развернуться, мне кажется. Иначе меня здесь они сейчас в борт в ровный расхреначат. За секунду. Я по тебе попадаю? Нет? Просто интересно. Бам! Попал опять. Ну так, плохонько. 1200 экипажей. Это как будто какой-то там крейсер тяжелый может быть или что-то в районе того. Да они меня убьют. У меня дымов нет. Меня прям бесит вот это. На многих кораблях есть дымы. Я бы хоть тогда огонь с себя смог скинуть. Ну, они просто бы скорее всего переключились на другую цель, которая им кажется более удобной. А по итогу вынужден заниматься вот такой хренью. И стрельба, ну, просто безумно сложная здесь. Это ж надо понимать, как ты идешь, как противник идет. Это все скучно и сложно. Так. Давайте останавливаться. Вот так вот лбом к ним. Лбом к ним. Чтобы меня хотя бы не гнобили просто с такой скоростью, с которой они это делают сейчас. Он причем там реально не двигается особо. Он его тоже обстреливает и не только я. Такая тоска. Сейчас уточним дистанцию. Уточнили дистанцию. Бахнем прям по центру куда-то. Он сильно не елозит. Значит, должно отработать. Плюс у меня левый борт уже весь раздраконенный. Ну, повернулся я к ним неудачно. Точнее, удачные они вот уже так сильно меня не гнобят. Да, он назад отходил все это время. Ни хрена не ясно. Ты пока не сблизишься с ним на дистанцию километров пять, попадать не будешь. Хотя бы по минимально маневрирующей цели. Он ведь не то, чтобы как-то особо даже там маневрирует. Просто чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад и кайфуй. Да. Так, полный назад. Стоп. Дистанция. Куда-то вот туда, да? 12 секунд снаряды летят на 9 километров. Ну, давайте проверим. Он там немножко разворачивается, но мне кажется в этот раз я попаду. Ой, хорошо, ПБшка зашла куда-то в трубы. Пол экипажа я ему расхреначил. Минус 500 человек. Да. В этот раз ПБшка об трубу видимо как-то взвелась и приятно бафнула. Второстепенным калибром даже нет смысла стрелять по нему пытаться, мне кажется. Мне бы в точку А зайти, чтобы захват шел или им хотя бы он не доставался. Он все еще назад отходит или что, или как. Я приблизить не могу еще сильнее. Ну, наверное, назад отходит. Можно чуть ниже взять и вот куда-то туда жахнуть. У меня опять задняя башня все еще не может по нему отработать, что печально. Хорошо идет. Должно попасть. Да. Попал. Минус 18 членов экипажа. С фугасами с обычными было бы сильно проще, мне кажется. Какое же это уныние? Так, меня все-таки дальше пытаются драконить. И они ведь задраконят. А, я могу следить, да? А, уже не могу. Все, его убили. Это Хелена была. Вон еще какая-то хренатень. По мне работает, кстати говоря, ну, по правому борту и уже ломает мне бронеплиты правого борта. Типа, вот сюда предлагаешь? Я низко взял или не низко? То есть, вот это, вот я так понимаю, он мне таким образом упреждение рисует. А, это пожар у меня. А, куда я отстрелялся? Простите. Я слишком высоко, судя по всему, взял? Или я вообще не отстрелялся по нему? Сейчас у меня переточнется дистанция. Вот так надо бахнуть, что ли, по тебе как-то? Но он маневрирует, по-моему. Даже быстро идет. Ну, тут видно по трубам. Потому вообще не было понятно. 120 человек от всех уничтожил. Он плохо попал. Надо правее было брать. Сильно. Вот у нас получается метка. Берем правее. И надо дистанцию самому еще подобрать вертикальную. Он в разворот пошел. Все, ты не попадешь. Уже вот эта метка не актуальна. Нужно понять и вертикально, и горизонтально, где он окажется. Я вообще на месте стою. То есть, это я еще упреждение относительно своей скорости не должен просчитывать. это так надо перезамерить по нему дистанцию надоело так сильно. Париться на это что-то так переуточним. 50. Вот так попробуем по нему отработать. Должно попадать куда-то вот сюда. Ну, хорошо идет. Да, попал. Минус 370. Крейсера страдают от такого калибра от ПБшек. В РБ оно хотя бы уже чувствуется, что вот ты вот скорректировал стрельбу, ты запотел насчет этого. И вот оно какой-то результат даже дало. Он, по-моему, сильно тонет. Да. Хелена все. Блин, надо пожар чинить. Давайте на ББшке уйдем. Тут что-то крупное, потому что вот это вот линкоры всякие. Какая дистанция? 8 километров. 10. Спавн новый. Давайте вот это. 60% экипажа у меня, да? Интересно, по мне эти линкоры какие-то отрабатывают. Вот этот прям очень красиво бортом, но он там без моей помощи умирает. Справа у меня никого не осталось, к остальным я плюс-минус лбом стою, что мои шансы на выживание немножечко повышает, назовем это так. Поэтому будем перезамерять дистанцию. На среднюю кнопку мыши ее перезамерять, чтобы можно было корректировать уже относительно всего этого. Так, давайте опять починку врубим. Сейчас у меня откэдэшится уже все. Он идет ко мне лбом. Чуть ниже возьмем. Я хочу вот сюда ему дать под барбеты опять спереди, чтобы боекомплект взрывать. Тем более я на ББшке переключился. Вроде хорошо идет. Ну. Прям в нос хорошо отсек уничтожен носовой, водоотливные помпы бахнул ему. Может начать тонуть. Ну, а дальше просто ждем. Надо дать ему вот чуть-чуть правее было. Слишком я налево взял, но попал хорошо. Ну, блин, не знаю, здесь в отличие от аркады можно хотя бы от противника как-то скрыться. Они вон смотрят на основную нашу группу и это правильно. Уже поинтереснее. Меня справа долбят, надо сейчас будет цель менять. Блин, я случайно скинул цель. А, его все, рванули. Это был реноун, кстати, тоже. Тоже реноун. Вот этот прям очень красиво идет. Тут еще и по... Сейчас замеры надо произвести. Почему хорошо идет? Потому что вот в такой угол должно прекрасно под башней залетать и как раз со взведением. 50, 45 и вот сюда куда-то приблизительно. Так, кто меня окучивает? Вот эта хрень меня окучивает. Мне прям это не нравится. 20 километров. Нет, это не он, значит, вот этот. Как там, попало? Если и попало, то плохо. Но, судя по всему, вообще перелет просто. Блин, 10 километров неуд... Ой, ты бортом как красиво идешь. Ну, не, с такой скорострельностью можно даже не пытаться кого-то подловить. Ты берешь и спокойно, методично ковыряешь какую-то одну конкретную цель. Корректируешь стрельбу и даешь один залп в минуту просто для того, чтобы вот попасть. А если он сейчас в маневр еще встанет, то конец. Но он встанет, скорее всего, в маневр после того, как ты попытаешься отработать. Так, мне надо обновить дистанцию. Он со мной сближается? 49, он сближается. Куда-туда, судя по замеру. Где идут снаряды мои? Вот они идут. Ну да, хорошо должно залететь, если по вертикали нормально взял. Бам! А, чуть-чуть-чуть перестарался. У меня рули, сломаны торпедные аппараты и полностью выломана броня, судя по всему. Бронеплит у меня уже почти не осталось. Что с этим поделать? О, реноуны еще одного бахнут. Тут команда из сплошных реноунов что ли состоит? Да вроде нет. Только премиумные хелены всякие. О, пожар БК. ББшка 203-мм от ДМО и на меня уже все-таки доело. Усталость брони сказалась. И все. И смерть. Надо на этом же фланге резаться. Там гораздо меньше будет вот этих вот стрелятелей в борта. Ну, не знаю. Какая-то прям катастрофическая тоска. Наши перестреляли врага и они все кончились, противники. Это здорово. Хотя бы так. Мы долго отвлекали на себя внимание, но... Ну, блин. Пока я не выйду из маневра, у меня стрелять все будет криво. И так, надо замер сначала все равно взять. Это еще море спокойное, так сказать, без волны. А если тут еще волны будут, е-мое. Ну, они просто сильно слишком переусложнили эту геймплейную фичу. Он затонет еще до того момента, как мои снаряды долетят до него, мне кажется. Мне надо было стрелять перед столкновением с Демойном, потому что иначе я сейчас опять буду сводиться, так сказать, еще полминуты. Как по мне, это хрень полная. Это слишком сложно так играть. Я его перекинул. Без шансов вообще. Корабль говно. Режимы говно. Ну, как говно, очень своеобразные назовем так. Играть в это оттого не хочется. По вполне понятным причинам это просто что-то как-то ужасно скучно. Да-да-да, видите, как оно относительно две скорости тут складываются, так сказать. А скорости не складываются, ну, вы поняли, что я имею ввиду. Может, хоть так что-то залетит. Прям в центр взял уже, даже не буду пытаться. Нормас. Попало куда-то ему вот под трубы туда. Но бронеплита, видимо, танканула, потому что я ПБшкой отстрелял. Были бы бронебойки, могло бы быть больше результата. А, я еще раз вторичкой дал мимо на этот раз, е-мое, потому что дистанцию не перезамерял. Все вместе пошло. Ну, эти перелетят у меня, я не перезамерил. Тут, короче, еще просто дополнительная хренотень с замерами постоянными. Еще на среднюю кнопку мыши постоянно надо тыкать. Там вертикальную дистанцию просто так берешь в Аркаде, а тут еще его тыкай постоянно. Главное, забудешь тыкнуть и все. То есть, таким образом тебя пытаются удержать в этой игре, в этом режиме. Тыкать надо на среднюю кнопку мыши. Понял? Понял. Перед тем, как выстрелить, ткнул, уточнил дистанцию, отстрелялся по маркеру все равно, потому что без маркера хер попадешь. По нему ты не попадаешь, а без него вообще забей. Ну, на дистанции километров 10. километров с 3 можно там и уже нормально попадать, а так точно нет. Я, судя по всему, не попал, да? Оно его перелетело. Ой, ну что я могу вам сказать? Мне просто интересно, какие результаты хотя бы по деньгам будут в этом бою. Конечно, тут не вот уж какая награда 900 процентов. Для корабля это ни о чем на самом деле. Эффективность около нулевая, как и у всех нас здесь. Это тупо бортом стоит, он даже никуда не идет и все равно не попадаешь. Замеряем дистанцию. Нужно иметь в виду, сколько, насколько мы с ним уже сблизиться могли за это время. Сейчас вот замер новый будет. 49. 43. Куда-то по маркеру бахнем. Должны так попасть в теории. Точку сейчас захватим по крайней мере уже. Или он сейчас затонет до того, как что-то получится. Идут мои снаряды. Хорошо. Перелет. Дистанция переотрясовалась. Он начинает со второго уточнять дальность, потому что сначала он тебе дает горизонтальное наведение, а потом начинает корректировать вертикаль и горизонталь одновременно. Проходит минута, мне кажется. Пока ты этого дождешься. И надо на среднюю кнопку мыши ее перезахватить. А может перезахватиться вот эта чмония и все сбросится. Все захваты. Ну и он все на этом. Погиб. Куда-то туда дам просто так на всякий случай. Я вось попаду, потому что сейчас уже бой кончится. Ну вот. А, ну у меня курс-то другой, поэтому я не попал. Ой, господи, какая тоска. А, надо опять на среднюю кнопку нажать. Все, не нажал у меня, дистанция не перета. Не отработала. Нет, спасибо. Это какая-то просто геймплейная феерия. Так, когда хоть много раз стрелять надо уже интереснее. Вон хоть что-то происходит постоянно. Хотя эти фугасы ему урона мало наносят. Ну, он вспомогательные установки какие-то ему выбивает. Если постоянно перетыкивать, то начинаешь попадать с этих пяти километров. Пусть как-то что-то. Пожар вон можно вызвать. Так, может затронить хотя бы. Так, берем основные. Основной калибр. И херак. В нос ему даже ПБшками должно зайти. Ну, хлоп. Ах, красота. И все равно насрать. Минус 200 экипаж. Это тяжелый крейсер, по-моему. Или легкий. Че это? Че такое? Не знаю. Похоже на американский полк, но фиг знает. Наверное, у кораблей есть какие-то фишки, но втягиваться в это не хочется. Результаты этого боя просто поражают воображение. Лучше бы в аркаду играл. И в аркаде плохо, а в РБ еще хуже. В РБ типа мне больно смотреть на это. Слушайте, ну Реноун хрень. И флот в принципе большой хрень на этих боевых рейтингах. Это такая унылая тоска зеленая, что мне даже добавить нечего. Я вообще понятия не имею, зачем я это снял. Ну, наверное, для того, чтобы напомнить вам, почему видео по флоту особо не выходит. Потому что, ну, хрень. Полная хрень. Динамики не появилось. Ну, ладно, хорошо. Не появилось импакта и удобства игры. В картохе же, вот условно, можно было играть на линкорах. Это было интересно? Было. Были отличия между эсминцами и линкорами? Были. Да, там, понятно, что там совсем другой геймплейный момент, но стрелять было удобно, когда ты привыкаешь к механике. Я здесь. Ой. Ладно. Перестаю ныть. Пойду заниматься лучше обзорами на что-то более привычное и интересное. А это так будет просто напоминанием, почему мы не играем во флоту. Собственно. На этом все. Благодарю за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.